Во время камлания шаман входит в транс или ангарулха. Меняется голос и интонации. Шаман начинает говорить на старинных бурятских наречиях. Это означает, что в него вселился древний дух предков. Согласно верованиям, зимой божества засыпают, поэтому просить помощи у духов предков ангонов можно до закрытия небесных врат. Тайлаган – обряд, который этой цели и служит, традиционно проходит перед наступлением холодов. Когда шаман призывает своего предка определенного кого-то, его душа сжимается, покидает тело шамана, бывает, внутри остается. И он освобождает свое тело от разума, от всего, и освобождает свое тело для того, чтобы предок шамана Ангон спустился, воспользовался телом и своей божественной силой одарил, скажем так, осветил нуждающихся, обращающихся. По шаманистским верованиям, во время ритуала с неба спускается 13 божеств – хатов, а также их предводитель Бухан Айон – прародитель древних бурятских племен. Божества входят в тела шаманов. В этот момент выстраивается очередь желающих посоветоваться по житейским вопросам или узнать будущее. Подходит по одному – с поклоном и почтением. Получить благословение, чтобы открыли все пути. Обязательное условие – шаману, который вошел в транс, нельзя смотреть в глаза. Ангон разговаривает на языке предков, поэтому рядом стоят переводчики. Всего в обряде участвуют 8 иркутских шаманов. Они просят небожителей, чтобы люди и животные хорошо пережили суровую зиму, были здоровы и благополучны, а родная земля процветала. Благодарят за хороший урожай. А вот и подарки – мясо барана, белая пища и молодая березовая роща. Ее еще вчера украсили тысячами ленточек, изображающих золото и серебро. Верующие подносят дары – молоко, печенье и конфеты. Подруга у меня здесь – шаманка. Она мне помогла очень сильно. Поэтому я прихожу каждый год сюда. Я верю в это. Главное – верить. Все исполнится. Обряд длился 5 часов. Как утверждают шаманы, все просьбы были услышаны. Теперь остается ждать. Туэна Немаева, Александр Мокин. Новости и сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова